Это узел, вот это смещение. Значит, это смещение, он заколебает несколько. Значит, это колебание мы представляем в виде старого компаса гиммунических колебаний. Частоты омега, арха, вот так. Значит, оказывается, что это смещение можно разложить у, там, у НОТРН, зависит от различных узла. Вот это функция, смотрите, у атометра К, надеемся, у И, К, Р, Н, у них нет омега Т. Вот это омега Т для приставов, приставов, ну, останется, что это нечистоты, ну, и вот эти, которые смотрят, значит, да, на этом объекте, это функция К. Вот, значит, теперь, значит, мы расскажем, в общем, значит, схожие, сложные решетки. Последние случаи, сложные решетки, это какая-то есть. Значит, это у С, это смещение атома Вечей. То есть, мы атом, у нас РС, значит, это НС, значит, это есть Н положение, вот этого узла, вот, плюс, значит, РС, положение летачи. А это атом, это положение атома Вечерной ячейки. То есть, ячейки, чтобы придать свой узлом, соответствующим, спешок Тибровой, так сказать. Вот, и, значит, соответственно, это смещение, соответственно, значит, это смещение есть, у нас есть С, НТС, вот так вот, начали, НТС, да, вот, начали, и это смещение, вот, начали это положение атома Вечерной ячейки. Итак, сложные решетки, значит, колебания сложные решетки описываются на плитуде, значит, там, и С, атоме, здесь РН, узел тут, да, он такой определяющий, вот, а это, значит, соответственно, столько, сколько у нас этих, мы, соответственно, у нас, значит, колебания, вот, теперь колебания, значит, каждого атома представляем в виде целокопности колебаний, как, там, ищет, и как в целом, так и отдельных атомов внутри ячейки. Вот это мы, путем рассмотрения, уравняем движения, значит, вы увидите, что у нас есть два киноба колебания, то есть, и энергетические, в момент которых, значит, решетка, то есть, атомы, все ячейки, это просто вместе, вот таких всего три киноба, вот одна с вами, это арка, минус арка, один, два, три, далее, три и у, да, так вот, первые три, можно так сказать, значит, это тем, как вы понимаете, у которых, значит, ты расположил, почему это происходит, что с вами со всеми методами вместе, то есть, это колебания центра тяжести, отличается, что с вами центра тяжести, с которыми мы изучали, ну, вот, у, просто, ну, что, иеновый золота, значит, это положение, положение этого центра тяжести, влияется, такими, таким, даже не просто, соответственно, значит, соответственно, соответственно, у, ну, involvement, ну, вот, значит, вот это, это и положение центр тяжести, значит, соответственно, цвет тяжести, влияется, влияется в любви в других слов, и внимание, а все, так сказать, остальные колебания происходят совместные, то есть, движение, одно друг letztes на друга, и, соответственно, значит, нас, как, это, вот, это сами, частота колебаний от молного вектора зависит так, значение это ограничено мы берем ограниченную область кристалла значит с основного возглава и теоретически ограниченные условия на кладовую ограниченную область кристалла находится всего столько значений это скобка то есть 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 Вот это центр зоны определяет, значит она определяется за нюндулицами. Вот мы смотрим еще. Вот три ветра ветра, а остальные три ню минус три, три ню три минус три, значит это акустические ветры. И значит у них в законе сперсии, в зависимости от панатических людей. Это мы все говорим не будем, а сейчас давайте запишем ввод в киевом мнении, чтобы они завоевали. Это вот такой финал рассмотрения всего вопроса о динамике и методическом уровне. Вот это, мы еще можем сказать, запишем, потому что сейчас вот это вот. Ну это, значит, типичное значение, ну оптический диапазон в широком смысле. То есть это прекрасное колебание, ну видимо, может в ветру, в общем, красные, красные области находятся. Значит, и, значит, соответственно, это вопрос. Актическая, киня, знаете, чай. Ну бывает, это в электроническом уровне. Сейчас мы в технике предмешаемся, если мы хочешь, так я знаю, как заявляем, цены. Собственное колебание по счету. Если, допустим, мы создали, что, в своей механическим образом возрушение кристалла, то к нын, чистоту, она у нас, конечно, ниже, чем, как раз мы можем, ближе, ближе подходят. Вот сейчас кирогерцы, а сейчас кирогерцы, в общем, это все ближе, ближе подходят к инфракрасному диапазону, знаете, возможные колебания, которые создаются, ну внешне, так сказать, мало, что не случится. Ну, вот, значит, ну, вот поэтому, значит, да, видите, торожочный существует. Мы, которые между теми, которые мы можем, в принципе, и теми, которые мы можем. Ну, вот и так. Значит, вот акустические, оптические колебания, это важный вопрос, который, в котором фактически все уже знает, чтобы его правильно это сказать по-рубски. Вот, я думаю, это феномат. Ну, вот, значит, это, итак, это, в границе этой терзии, вот теперь мы, значит, можем смотреть, для этих колебаний вот такое выражение, такое выражение справедливо есть, на освещение, я думаю. А для остальных, для аптечных колебаний, надо будет вот такая. Сумма пояс, это м, с, у, с, должно быть. То есть, это мы можем, таким образом, требование, извините, на движение атом, мы можем представить в виде суммы, вот этой, у, с, и, то есть, вот, 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 я напишу, то есть, возможно, все это и, то есть, вот это, вот это синяя освещение. Вот сумма по s, psi, m, ms, ms, это масса атома количества и, то есть, сплошение, то есть, сплошение, то есть, сплошение, то есть, с, psi, ms, 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 вот этим, значит, уравнение, предназначенное, я бы сказал, это, и вот уравнение, где вот это, где вот это, мы фактически написали, как сейчас обсуждали его. Вот, значит, это, давайте вот это, вот, значит, смещение, смещение, значит, церковь, ms, 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 ms. Значит, я пишу уравнение, где вот это отдельно, они, как это, при малых, так, тоже, при малых, так, здесь, в этой области, они, сейчас, смутаются, и, как бы, они могут быть одно никакого порядка, здесь, ну, может, это ниже, но все это, в общем, это совместно, что, где нельзя по частоте разделить эти фактически-эктические выразы, а, вот, а взяли 4, только при малых случаях, что за 4 малых, что k, а, немного меньше, то есть, полного века, ms, 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 ms. Это, ну, фрамов, в свой снизу надо, так сказать. То есть, значит, это означает, что длина волны нашего, много больше, чем так, ну, это, вот, холебания, ну, больше, а в этих летах холебания мы уже здесь, и вот они и туда, ведь тогда можно это сделать, тогда отдельно будем считать, а если я поделюсь что-то, тогда я объясню, если я не поделюсь. Ну, вот, итак, значит, получается, смотрите, вот я написал в шест, но сейчас подышу, это КМСИЮЦФ, это, мы пишем, переходы уравнения терминозгоности, но, я просто и что-то не описали, такое уравнение, вот, значит, это, ну, могут быть в рукости, но там будет, значит, будет В принципе, соответствующая константа будет иметь зависимость от этого номера, но сумма, опять же, была вольная точка. Так, значит, я вот смотрю, сейчас обозначаю, что было раньше. Значит, сумма, опять же, такая-то, значит, все самое важное. Я сейчас напишу, чтобы это было сердечно. Пять. Так, значит, я написал сверху C, I, Y, E, N, S, S', И предложение, по-моему, по Капу Малюту, значит, у нас получилось, вот собственно, вот такое. Ну, если, значит, этого не было, в простой решетке, это было просто тот самый тензер-модульной упругости. Ну, условно говоря, это некая тензер, выражается, из которой выражается тензер-модульной упругости, и, значит, страшная сеть на земле. Ну, вот, значит, итак, ну, до кровотета будет, ну, будет сумма полная, смесь, и... Вот, вот это будет сумма, и, значит, соответственно, это будет сверху. Хотя будет настоящий некий тензер-модульный мысль, это сложно решиться. Рассматриваю, как сплошная среда. Ну, вот, значит, вот это сумма подописаливания, у, 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 да, все, я имею в виду, конечно, так вот, а вот, значит, вот это мы уже писали, тогда, значит, это будет просто отдельное уравнение. Но, если мы хотим в нем, в зависимости от уровня, написать полностью, то тогда мы должны здесь написать еще кое-что. Это... Значит, для... Ну, в случае, что это? Что на решетке? Следующий еще... Что добавим? Вот, я им выписываю, добавим. Так, сейчас... Вот такая она. Сумма ОС, гамма, такая буквально назначалась, ну, я и... ИКЛ, так, ИКЛ, да? ИКЛ, и гамма С, ИЁ, 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 Эй, да? ИЁ, Эй, СИЁ. Вот это смещение. Значит, оказывается, что мы рассматриваем с учетом вот этого, значит, относительно смещения, то получается еще добавка, которая связана с тем, что, возможно, линейное разложение, значит, динамической матрицы, плотности, на самом деле была такая динамической матрицы, плотности, вот, вот мы ее, разлагаем, и линейное разлагаемое, оно, вообще, если, решетки имеют, в силу того, что решетка простая, имеет цепь инверсии, там, соответствующих эффективностей, обращается от других, по экспедиции. А если, значит, n, у нас это сложное решение, то это не обязательно. И вот это, от этого, значит, от этого, слагаемого линейного полка, возникает здесь эта вакция. И сейчас, например, пишем одну минуту, нужно написать здесь, уравнение еще для n, этого, для этих, вот, значит, ну, это, ну, да, вот, значит, и, значит, теперь, для средних, так, вот, это будет, просто коэффициент, значит, который получался разожженный, просто, вот, значит, и, вот, и, значит, соответственно, мин, так, и, вот, цель тридцатики, то есть, и, 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 три уровня, это компонент смещения центра массы. Значит, теперь дальше, вот омега ms в сим, значит, i s равняется сумма по s' c s s' y y c. Значит, соответственно, xi здесь y s' plus y, и вот раз xi с 1, значит, здесь я имею в виду, это i gamma s и yi, ну, может быть, какие-то Это тонкости, они не узкая и скользкая, но это не только чисто, они нервно все приятны в большом количестве. Вот, вот очень доброе место связано, вот и сложные решетки, вот система каких-то отклонений. Значит, ну, это здесь сумма по S, M, S, C, S. Это, опять же, три уравнения, которые выделяют здесь, здесь вообще-то, в принципе, все, тоже три уравнения, но, значит, три уравнения выпадают в силу того, что вот из этого равенства можно выключить их оппоненты, которые в связи будут. Поэтому, получается, что три уравнения в реальном существе. Ну вот, итак, значит, еще раз, если вот эта вещь, если центр инвестиции есть, в этой решетке существует в этой решетке сложной, ну, тогда этого не будет, и, значит, это самое дознательное уравнение. Значит, это здесь независимо от частоты. Вот эта штука, если у нас была простая штука, то это, в силу того условия, что как целое, смещается, при смещении как целое, в силу надо обращаться в ноль. Ну, а здесь вот эта вещь неврещательная. Только если я просумею, что по S, C, ну, тогда будет ноль. Значит, это будет соотвечать, значит, смещение как целого будет соотвечать, когда суровая, суровая, суровая по S, C, а если по S, C, ну, так и не обращается. Вот это будет вот это, значит, ну, только сне конец надо пока. Это будет уравнение для частот оптических колебаний при коронном уровне. При коронном уровне частоты, с которых начинаются прямые птические, вот они уarnаются вот этим уравнением. Вот это увеличение на различных оптических колебаний и получается, вот мы даже это уравнение 3 n – 3, земли 3 n – 3, решит полность частоты коронной уровне. А, значит, если в центре резинции, в центре резинции, тогда вот это, тогда мы должны, вот, при изучении этих колебаний, мы должны выразить, ну, через 7, сюда подставить. Получилось, как если переносить вот это уровень, ну, профессионально, как квадрат, потому что так, вот, так вот. Идем в самом учебе, что вот это, вот, как квадрат влияет. А если, значит, там влияет, вот, это сумма, а если, значит, она влияет, ну, тогда как квадрат будет тоже как квадрат, но он будет от размножения, сама вот этой вещи, которую мы тут не учли. Ну, вот, поэтому, получается, вот такая система уравнений для самых, так сказать, общих, чтобы сказать, вот, для халебаний пристала, то есть именно новых халебаней здесь стало не, по ней делятся физически-тропически, в речи в церкви. Значит, ну, а в общем, значит, мы должны принести все árбери, в котором там появляется, значит, программы, в котором все разные дитерминации всей системы. Ну, это, значит, здесь пишется для смещения всего, вот, этого, область уравнения, замещения, И решается, значит, находящая динамическая матрица, в принципе, теми же методами, как мы рассматриваем. Те бы там, как вы помните, рассматривали, ну, одно уже есть здесь, а ты, значит, у нас есть еще сила, две рабочие тахмодели, что это такое. Значит, может быть, мы все рассматриваем, теми, в общем, где эти, у меня, у меня, у меня, у меня. Вот, значит, это такой, как я говорю, финал того, значит, зановоев колебаний. Значит, это мы с глупого числа, про амплитуду, значит, тоже вот соответствующее, вы знаете, значит, вводится, значит, нормальный модуль, то есть исходный уровень, значит, у меня, ну, исходный, системы уровня, не можно сказать, как уровень делится. То есть 4 метров поляризации, поляризации, вот, нормальный модуль, то есть 3 метра поляризации, вот, значит, вводится 3 метра поляризации, значит, соответственно, существуют, значит, эти нормальные моды. По этой нормальной моды мы можем представить любое смещение, где разогрели любое смещение, где коэффициентные моды должны быть нормальные координаты. Значит, нормальные координаты – это такая переменная, которая определяет всю совокупность возможных колебаний в кристалле. То есть, значит, любое движение кристаллу, значит, собственно, кристаллу, 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 значит, он коррекция, значит, он коррекция, значит, придали соответствующую энергию, надо придавать, конечно, вот. И, значит, придавая энергию, значит, коррекция, и, значит, соответственно, определяется у меня совокупность координат, нормальный координат нормальных импульсов, и, значит, соответственно, этим, значит, призывание движения этого высота. Ну, значит, колебание в реальности, можно было сказать сразу, что, ну, значит, издувающее. Чтобы одержать любые колебания, на каком-то уровне, на каком-то уровне колебания пойдет, нужно, чтобы он находился в таком, постоянном воздействии, но это assistенстатического действия. То есть этот термостат, нагретый кодоксистал, вот он уже меняет в классах. Соответственно, соревнования коррекания все время находятся в состоянии в коллекции, в которых находится, в которой определяется эта нога, в которой мы сейчас говорим механикой. Это определяется частота, значит, в соотносе этих возбуждений. Мы это будем. Следующий у нас уже получается. Мы приступим к этому рассмотрению, как теплонка коррекания называется. То есть уровень какой-то задней, что коррекания есть, значит, это называется нормальный корректик. Это определяется этим уровнем воздействия. Если мы представили, что стал сам себе, и никто ничего не делал, то корректик затухает, естественно. Но это означает то, что твердое тело отдает, то есть он может отдавать, все это бывает, и от дает тепло, и лечит, и расставает. И, значит, мы его совсем принадлежат. Но он считается, что ему только мемолит, либо они неудобно. Ну вот, хорошо. Значит, на этом мы все говорили сейчас. И последний вопрос, который мы рассматривали, если вы помните, значит, у нас просто рассмотрели. Очень важный пример. Самый, значит, что ли главный – это ионный христалл. То есть какие христаллы имеют сложную решетку принципиально? Принципиально имеют сложную решетку ионных христалл. То есть в нем, когда есть, значит, разный знак, ионы. Вот эти, значит, в узах христалл свежутки, значит, существуют ионы разного знака. Ну, тогда, значит, ионная связь существует в одном христалле. И, значит, тогда в ионном христалле специфика оптическая. А оптическая. А оптическая карибания, естественно, не умеется, потому что, значит, ну, ионы, парочка иона, или, там, какой-то консионный движется вместе. Они нейтральны. И будут, собственно, оптические карибания, ну, малых, так сказать, семей. Каким-то деталям есть, конечно, важные, но все равно, значит, пружина. А, значит, оптические карибания не могут быть. И мы вот осмотрели, например, я, так сказать, карта там возникает. То есть они, когда у нас причиняются относительные движения, вот эти оптические карибания все церкви, относительные движения, для тех, кто-то изначально еще, когда это будет новое поле. Они не могут быть сведены в общую карту, к колебаниям. Значит, нейтральны, правильно? Это, значит, уже фирмот заряда. А мы, ну, вот, то есть, когда ионоскославник и СССР рассматривали нейтральных результатов, это, значит, нейтральный металличитель. Ну, соответственно, значит, вы знаете, что заряжено, и нейтральное – это разная ситуация. Значит, по социальности, знаете, он создает магнитное отребание, которое уже длинное длинное, волн которых совсем другее, чем в мешочке, да? Это лучше. Ну, и волн, вообще, светом является это просто, скоростью света распространяется. Исцентрин и волн. Таким. Поэтому, значит, взяли взаимодействие. Вот мы, значит, тогда рассмотрели это взаимодействие, это вот в простом примере, ну, и, значит, увидели, что это имеется. Ну, вот, значит, мы взяли прозорное внимание, какое-то мы взяли, подсухое дачо это внимание, и, значит, и вот это… Вернее, это, что надо длинное совать, это не очень круто, потому что, по сравнению, сами понимают, что скорость света и скорость звука – это не сравнимые вещи. Скорость, значит, равна отличается с людьми. Ну, поэтому, значит, тут, значит, другой пункт. Длинное совать, это… И получается, что она взаимодействует, это такое, взаимодействие. То есть, мы взяли взаимодействие, вот, вот, получается, что это, акустическая, которая была, у меня тут не хорошо, и солнечная, и у нас сегодня кто? Вот. Она вот такая, получается, всего загрузили. Ну, такая взаимодействие, да? Ну, такая взаимодействие, да? Ну, такая взаимодействие, да? И, соответственно, здесь это… Это начинается теперь не… Продольная волна идет… А поперечная волна, вот, значит, для нее… А это, значит… Продольная волна, как я и говорил, она… То есть, Фукс, что я думаю… А это, значит… Продольная волна, как я и говорил, она… Если бы ничего не было, то тут не было именно фристаллы. Светы просто распространяются через это, ну как, какие-нибудь обычные фристаллы. Прозрачный, а то, кстати, он идёт, и просто его, как бы... Люди все принесают, что это влияет, то есть все, как вы знаете. Но, в общем, это зависит от чистота. А значит, если вот и фристалл, ну тогда вот существуют области, эта маленькая. Это вообще-то, она... Ну, область очень малых областей. Значит, в этой области, значит, это будут большие такие вот искажения. Соответственно, в этой области существуют связанные волны. Волны, с одной стороны, если пониматься этой, значит, это атомы, да, и колебания электронного поля. Получается... Это называется, когда не волны, полиэритоны. Полиэритоны — это широкий такой круг явлений. Значит, это всегда, когда с колебанием электронного поля взаимодействуют так связанные, оказывается, колебания. Колебания организовывают такие вот, атомные, аэритоны. Ну, значит, это вот, аэритоны, полиэритоны. Вот. Значит... Ну, аэритоны, кажется, там свои, там поздно. Там плазм, как говорили, свои угодно. Этой системы. Словодных электронов. А вот если связаны с тем, вот, с этими двумя атомами, ну, тогда будет полиэритоны. Вот такая ситуация. Значит, я там переписал эти формулы, которые, да, подразумевались в дискуссионное мнение. В него входит факт того, что есть еще эта электронная поля, и, значит, соответственно, это искажение, которое мы там прямо перезапислили. Вот, значит, то, что было в прошлый раз. И на этом мы, значит, закончили рассмотрение фактически этой динамики пристала, и начнули нам сейчас физику, значит, ну, смотри, я в механику сначала, а потом уже в статистическую физику, ну, или, может быть, что-то будет задеть на искренне, так это будет уже, значит, свойство этой системы коллекции, как атомы пристала, ну, физические свойства, которые связаны, значит, на них, как они проявляются, это механика этой системы, в физических свойствах. Вот будет третья часть, а у нас у нас как-то вот эти три части первого чужого рака. Основное состояние будет, ну, то механика будет. Вот это будет в этом участке. А вот теперь у нас осталось, из-за этого стоящего рака нам осталось задавать два вопроса. И первый, или второй вопрос, может быть, все получено и сегодня. То есть, речь идет, первая, спектральная подпись калипании кристалла. Спектральная подпись калипании кристалла. Дело в том, что мы вот, значит, сейчас у нас есть частота, что характеризует? Вот и так. Но, значит, нам в физике, во всей этой бане. Важно количествовать с этой баней. И, значит, не просто, а количество с определенной чистотой. И почему это получается? Потому что, значит, у нас вот, ну, когда мы будем вычислять, что-то для него. Значит, возникают вот эти вот суммы по номерам векторам. То есть, чем номеровать-то? Верх в калипании и в калипании. Вот сумма по этому а, в калипании, у нас будет. Думаю, когда по тридцать всего часа, то что-то не так важно. А эту сумму, ну, вы знаете, мы разбрались, что она будет В на 2 кубин, на 2 кубин, на 2 кубин, интеграл, по ДК, по зоне перелеграда, где-то положено целичненько. Вот как мы его делаем. То есть, если есть сумма, то мы начинаем так. Ну, конечно, можно и сумму его читать напрямую, но это, значит, все равно приходится привести к этому, потому что у нас, конечно, большому, макро, 600 сантиметров, допустим, размер, то в нем всегда огромное количество значений, они с огромной высокой расположены, поэтому, если все сводится к интегралу. Ну, вот, интеграл. Вот такие интегралы. Так вот, оказывается, что, значит, термонинамики, в частности, да и другие вопросы, и физики, и технические шлости. Значит, мы всегда вот здесь функция, которая смахивается, она действительно только очистительная. Вот в чём мы делаем. Значит, мы таким образом должны уметь... И получается так, что какая-то есть специфика из-за того, что именно вот это происходит. И именно вот это, можно видишь, нам записать, как интеграл от и омеха, этот, от омеха. А это, наверное, областанцевая волна в интеграле. А это всё равно, значит, частота, которая является таким образом. Таким образом, нам фактически надо, вот, спектральная плотность колебаний. Это, значит, спектральная плотность, значит, термонин, хорошо известный в изучении соотношения большого количества колебаний. Ну, вот. Значит, сколько у нас колебаний с данным значением частоты? Вот это, значит, нужно. Вот разница между этой землей, что здесь не нужно поставить в ню, атомека. Вот это, здесь еще а, 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 а. Вот это и личина называется спектральная плотность колебаний. Сколько колебаний, значит, теперь можно на эту функцию? Вот какая вещь. Вот, значит, ну, то есть переход, например, от этого интеграния к георгийным частотам, сводится к тому, что мы должны вот это найти. И когда уже спектральная в полотне, то есть переход на спектральную плотность колебаний, значит, будет место. Вот это, значит, вопрос о здоровье. Физическое такое, то есть качественное применение числа этих, ну, все говорят, полотности колебаний, это такое, что мы ДН, число колебаний, находящихся в промежутке от омега до омега плюс d омега, так вот d над омега будет, так вот это ню а альфа, для данного а альфа, для данного альфа будет 2 альфа d омега. Вот что такое формальное определение. Сколько у нас колебаний в интервале d омега? d омега мы получаем квазинепрерывный такой частот. Квазинепрерывный слово означает просто, что мы вот эту дискретную исходную, все мы превращаем в непрерывную и вот с таким вот переходом. Точно, смотрите, мы тоже вводим специальную классическую форму. То есть у нас dk, x, dk, нужно 1, 2, 1, 2, dk, 3. Значит, в этой вот слову, как бы параллельпифер образованный этим вот, этой вот, который приходится, а это отобьемчик, да? В каждом речке, а тут, понимаете, в каждом примечке вот такое, значит, какое-то такое закрывание. Такое такое закрывание по LV, по 2 пивку, понимаете? Вот V, по 2 пивку, и тут просто даже здесь нет. Вот, dk, dk. Значит, мы, когда вот этот переход сделаем, вот он, по скрыванию, во время dk. По времени, значит, века у нас вот это число, как бы, корректик. Я прям приставлю, наверное, его. Ну, а здесь, значит, мы должны сделать более важное речи, видите, к чистоте. А по чистоте чистоте, то, наверное, будет вот это. Ну, значит, мы можем, наверное, сказать вот так, вот это n-мега, как бы написать. n-мега, то есть n-мега, то есть n-мега, альфа от омега. Число колебаний сферой ветви альфа от нуля до омега. Вот от нуля до омега какое число? Вот оно будет, какая функция. Тогда, значит, n-мега от омега. Число колебаний сферой ветви альфа от омега. Вот это н-мега, альфа от омега. Н-мега от омега. Вот, значит, вот это будет. Вот это будет производная этой. То есть мы должны вот мы сейчас вычислить, и окажется, что поймем, что собой представлять. Потому что эта функция, из этого пойма рассуждения, следует, что она является тоже характерной, то есть характеристикой этих наших данных вот кристаллов. Ну, там же стал спектр частот сам характеризует. Но для каких-то физических словах, где вот такая ситуация имеет место, для них это, значит, будет специальный функции. Вот мы сейчас его рассмотрим. Этот вопрос чевает нам везде, во всех этих фигурях. И, значит, там есть какая-то новость, которая мы сейчас осмотрим. Ну, вот, значит, давайте вычислить. Эту первую вторую музыку с колебанием. Все прочие слова, если я, то я, опять же, прималываю. Потому что прималываю, это акустический ответ. Там для этой оптических ветвей тоже достаточно просто. Там просто одна частота есть, и все. Как это функция? Ну, там как бы не так это интересно и важно. А, значит, для акустических ветвей получается так, что у вас, мы же знаем, как ам. 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 идиничная единица будет в классическом законе изменить, что Sα от k повышенной единичной векторной нужно поможить k. Ну а как это? Единичный вектор. Вот как только через k, а не писать. То есть это функция вот этого единичного векра, то есть функция направленных. Значит можно описать так, что полярные кореняты с ним берем k θ и φ. Обычно. Ну тогда значит S от θ и φ на k. Вот за то, значит, умеем. Ну афинский вектор, амега, х, θ и φ. Ну раз мы такую связь имеем, то сразу в новом вектор k, амега, k, θ и φ, то сразу в модуле нового вектора k, может быть выражена, естественно, через частоты. Хотя это будет просто омега, амега, амега. Вот это и φ. Да? Он будет выражаться через это. И, соответственно, интегрирование pdk легко свести к лидерам по амега. Он уже интегрирование pdk с фоколуя амега. Ну, значит, мы, соответственно, в этом случае малый k, значит, этот интегрирование pdk, сводим интегрирование pdk, да? Вот, значит, теперь, если мало dk, то значит, ну, приемом в кризиске, В кризиске, по листвуя, сфоколуя, в кризиске, в кризиске, в кризиске, в кризиске. 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Значит, вот этот переход. Теперь, значит, K квадратный мы должны выразить. ВК нужно на коквартируем, нужно вылечить, то есть К высока коквартируем, а не коквартируем, а не коквартируем, а не коквартируем. Получается у нас это вот выражение такое, значит, мы имеем в виду В, 2,5 куб, интеграл по Д Омега, видим сюда уже, Д Омега, вот, значит, а здесь уже будет интеграл хору ДНТ, это ДФИ, ДФИ, ну, знаете, нуля-то дуби, здесь, нуля-то дуби, вот, значит, этот, можно поставить, и будет, соответственно, значит, это интеграл здесь будет, вот Омега в квадрате, деленное на С в квадрате, вот это и ФИ. Вот это полный, значит, сейчас я тут, когда он вышел полный 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 полный, значит, распишем. Так, сейчас его завести. Значит, смотрите, место у нас, вдруг, ущелье, это не... Так, значит, если мы это красота считаем, то здесь будет вот этот дегал под дифирами 4π просто. И там будет полный, значит, это 2π, здесь будет, а тут просто 2. Так вот, значит, это 4π, значит, по множеству будет, значит, просто такая вот полная. Так, вот я вот так сейчас сделаю. Так, секундочку. Сейчас, что нельзя. Те воззначения, которые мне нужно дальше будет поддерживать. Вот, значит, смотрите. 4π, ну, значит, я буду просто так. В, деленное на 2π на 4π. Это у тебя фотосификация, это весь, так сказать, его полный полный. Вот, значит, будем так, омин в квадрате, берем, наверное, на С, альфа, ну, значит, здесь альфа. С альфа, с черточкой, я напишу так, с альфа, с черточкой в кубе, среднюю с альфа. Это, как в общем, в общем, ввели среднюю с кубе, с черточкой, ввели как единица на 4 пи, с черточкой, ввели среднюю 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 с черточкой, Вот это и будет, да, увеличена. То есть она столько, как с малыми волновыми манитарами, находится в транжирке, атометром, атометром, атометром. Если арха равна 1, 2, 3, то это будет коридористическая косметичная. А что дальше тогда будет? И вот это уже будет аж дальше, мы должны написать общую хромоблинию и проектировать, в ней есть определенные тонкости в этой зависимости. Так вообще-то ясно, что, а как она будет постираться, эта зависимость? Значит, давайте начнем. Почему у нас омега-талрат получил из чего-то? Как? У нас это нужно было? Нет, омега-талрат, а дальше вот омега-талрат, у нас там есть амега-талрат. Да, амега-талрат, амега-талрат... А, да, молодец, это не... Хорошая замечательность будет... Оно, это... Я сейчас просто уже написать, а оставить... Омега-талрат, амега-талрат. И вот это, значит, это будет... У альфа-талрат, амега. Я вот этот доктор показал, дал куда-нибудь. У альфа-талрат, амега, вот у него альфа-талрат равняется... Омега-талрат, деленная на... Омега-талрат, деленная на 2... Средняя на 2... А, и на 2... 3... Вот, ну альфа-талрат, вот у него альфа-талрат, вот у него альфа-талрат. А, значит, теперь дальше... Но здесь я должен третель от нуля, чтобы омега была... Много меньше чего-то, да? Но в омеге много меньше... Значит, ну, каких-то омега-талрат... Мы пишем... Омега... На альфа-талрат... Вот... А... Значит, а... Омега... Ну, единица... Итак... С надо... Сейчас смотрите... Q на S... То есть... S на... Q... 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 Значит... Итак... Что... Нечтики для меня еще... А... Да какие частоты будут присоединяться о том... Ну, то есть только граничная частота... Какая граничная частота будет... Конечно, может быть еще... Потому что... Вот... Спектуральная... Значит... Спектурная... Спектурная... Амега... Афа... Вот так... Он ограничен... А граничная тоже подременно... Вот граничная частота... Вот она... Вот это и будет грименцией частоты... Т.е. перезариваются, как это означается. Заканчивается она, как она заканчивается? Она заканчивается как следовательно, как это действовал, и тут еще что-то будет. Мы сейчас это посмотрим. Задоваривание толстых колебаний интересного заключается в том, что нужно продвинуться в зависимости и сказать, что даже здесь вот такой конец, у нее такая жилет, и вот такая вот крючка, которая является паспортом с каким-то кристалл, его архивизуя, его чистого понимания. Ну вот, значит, смотрите. Так, нужно ее перегружать. Перегрузите. Давайте. Я сейчас перегружаю. Так. Ну вот. Знаешь, смотрите. Ну, вот это вот. Сейчас. Основная форма, которая там. Вот она. С кубицкой. Да? Ну, нет. Вот. Ну, альфа от омега, для омега, немного меньше, ну, допустим, s на а, так сказать. Значит, это будет... Что с? Да. Это будет такая. Значит, омега, омега в квадрате, деленное на 2, 3 в квадрате. Значит, в квадрате. И, значит, здесь единица на s в кубе средняя некая. Вот в среднем. Не в среднем, наверное, тут было видно, а в квадрате средняя некая полная. То есть, чистость постоянно... То есть, сколько у вас не зависит, это было? Тогда это будет просто... Если в квадрате средняя не надо просто стоять. То есть, сколько это? Нет. Это самое. А если, значит, зависит, тогда вот как-то соединить с собой. Да. А теперь начнем. Давайте посмотрим. Я проблему. Вот мы сейчас посмотрели, что такое... Собственно, частота-то. Вот у нас... Значит, смотрите. Давайте определим вот так. Омега альфа от К равнется амега. В пространстве уголовных векторов вот это уравнение определяет поверхность. Поверхность, называемая изо-частотная поверхность. Вот она меняет синие значение К, альфа от К равнется альфа от К равнется. Вот. Значит, ну, допустим, что, когда у нас 20% появится. Вот. Значит, это... Значит, ну, тогда... Значит, что такое будет у нас спектральная полость колебаний? Спектральная полость колебаний будет у нас... Число колебаний от амега до амега плюс до амега. Так вот, здесь какое-то число колебаний, да? Если мы теперь нарисуем другую, поверьте, определяем его. Уравнение уже... Второе является определяемое уравнение омега альфа от К равняется. Омега, а не Д омега. Так вот, число колебаний, вот, давайте, вот... Значит, слоев это... Ну, бесконечно тонко, в этом случае. Вот и будет спектральная полость колебаний. Уже будет число колебаний, а от амега будет обернется до амега. Вот. Значит, это... А число колебаний, ну, под широкими, вот по этой форме под широкими. Вот число колебаний. Вот это полное число. Если по всей основе, определяем его параллельного интегрирования, то, значит, это будет... Знаете, просто три миллиона. Три, это миллион, да? Вот и стоит. А если, значит, по любому, по другому, объему пространства волновых векторов, это, проинтегрирование, то это будет столько, сколько колебаний в этом объеме пространства. Правильно? Значит, соответственно, вот этот вот интеграмм должен взять вот по этому вот слою. Конечно, да? Вот. Значит, по этому слою. И тогда, получается, оно будет получаться. Значит, вот теперь вот эти уравнения нужно как просто написать так. Вот это уравнения, что происходит в чем-то. Вот, допустим, какая точка, да? Вот она, при смещении чистоты, она перешла вот сюда. Да. Только вектор можно назвать. Ну, вектор, как бы его ДК, это не тот ДК, который у нас здесь. Это ведь условное обозначение, а в самом деле ДКИС, это не тот ДКИС. А это ответственно на ДК, Вектор нормальный, не треугольный, то есть, значит, это такой же. Ну, вот, значит, ДК. Значит, соответственно, это вот, соответственно, вот это вот уравнение омега альфа от К плюс ДК равняется омега плюс ДО. Ну, мы сейчас вот вычислим этот самый, эту вещь выразим через омегу, по-своему, так, и через ДО мы вычислим эту вещь. И тогда, значит, мы получим, что, сколько здесь элементов. мы получим элементы, вот этого объема. И потом по этому элементу по версии проектируем, мы будем получить, получим все число этого. Значит, как, значит, мы просто разложим это. Это будет омега альфа от К, так, зачитав, как я говорю, омега градиент, вот так можно, градиент от К, так, так, вот омега альфа от К, да, значит, это, мы здесь, мы пишем, К, ДК, да, так, 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 ну, плюс, Нам по этой игры идей не боится, вот это, поэтому через нормальную проверку провести. Вот, значит, вот так можно сделать dH, так? Значит, это dH, а это, значит, у нас так, dH. А, ну, значит, тогда вот это просто напишем омега плюс dOmega, да? Ну, тогда, значит, здесь омега равна нормальной отвратка, это соединение, соединение, и dOmega будет равна вот этому. Значит, dH, вот это вот, нормальная вот эта, на элемент поверхности dS, вот, и на модуль, это, опять же, и на модуль этого кореньента, то есть я вот, здесь, там, ну, а, значит, личина этого, а это модуль dK, dNK, омега. Вот, значит, так вот, после этого мы выразим dH вот этот через dOmega. А dH-то по-нормали направленный на поверхность? Это не на поверхности, а на расстоянии dH, вот, это по-нормали. Ну, по-нормали. По-нормали, да, совершенно нормально. Нормальный. Значит, соответственно, это есть… Так, я тут только… Сейчас мы… Здесь… Дэш… Дэм… 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 Мы сейчас… Дэм… Дэм… Эм… 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 Так… Сейчас… Дэш… Дэш… Вот… Дэш… Дэт… Вот. Вот Дэш... Это Дэш будет… Это Дэш… Мы просто модуль этого аминка. Дэш… модуль этого градиента, т.е. это, значит, у нас dh на проекции, мы бы, значит, просто дк на n, значит, этот градиент направлен по нормали, поэтому вот это dk, n, вот это, вот это и, по крайней мере, dh, значит, dk на n, это и dh, значит, смотрите, тогда получается, что этот вот dh, это есть dh на модуль этого градиента, значит, значит, теперь я, dh все, значит, трубчую, что там, что написано, повторите еще раз, dh, а вот это написано, dh, я просто написал dh, это вот dh, это dh, значит, dh, это у нас просто проекция dk на нормальный, да? Да, 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 можно ли представить, я просто да, я просто тут уже хотел здесь уже включить, потому Ну вот, значит, смотрите, dA, 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 dA. dA, 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 d то это и есть число поливаний в этом слое. То есть, ds²h, значит, еще раз, значит, итерал ds²h, значит, это есть число самого омега, если мы еще умножим, то это 2p²h, то это 2p²h, то это 2p²h, то это 2p²h, ds²h, это есть, да? Понятно, да? Значит, соответственно, значит, этот... А, не важно, это 2p²h, вот так вот. Ну вот, значит, соответственно, если подставим, то мы получим, что этот dω, nu α dω, равняется интегралу по поверхности, значит, поверхность определенного равния, исходная поверхность равна. значит, омега α от k равняется омега, ds по различным градиентам омега α от k ну и на dv, вот так вот. Вот мы получили 2p²h для специальных полиции колебаний, и проинтегрировать по ней вот этот То есть это плотность точек на поверхности, единственное это плотность этих точек на поверхности. Значит, вот эта формула и служит для того, чтобы дозировать то, что в стране в Турске зависит от чистоты. Значит, при малых частотах мы можем получить ближайшее вот это получается. А это не мало, тут уже возникает интересная вещь. Значит, ну, значит, смотри, это плотность для данной метрии, а если, значит, полная плотность всего кристалла, ну, то, правильно будет, конечно. Значит, тогда получится полная плотность. Теперь, значит, смотрите. Я хочу изучить. Так. Так, всё. Значит, что? Теперь, значит, давайте сразу же рассмотрим вот этот самый важный вопрос, который здесь у меня есть. Значит, он заключается в том, что вот этого грандиента в определенных точках может более обращаться, и поэтому какая-то сам этот поверхностный интеграл может быть в какие-то особенности. Значит, они, это особенности, не могут быть в каких-то обещаниях. Правильно, слушать, не важно, что это самостоятельно. Да нет. Но! Значит, есть, значит, точки, в этих точках есть особенности в том, что вот этот скачок производства. Вот скачок этой производства и по меткам, вот этот по меткам, как раз имеет место в этой вот, значит, точке, где в тех точках, значит, пространственных коротких, для которых вот это, значит, обращается нужно. И, каким образом, вся кривая, так сказать, у нас, которая, пространственная оборудование, она, как бы, садится в вот этих точек, относительно которых, это, значит, анализ этой кривой, как-то, ну, что-то, какой-то, какой-то, может быть, качественный самостоятельный характер, ну, значит, какой-то, качественный самостоятельный. То есть, мы придем сказать, какая-то кривая, ну, бас, она еще переходит. И вот мы сразу посмотрим. Это, она, это очень важно, оказывается, эти точки, это очень важные. Для чего? Для геометрии из-за частотных поверхностей. То есть, геометрия, это, оказывается, что это вопрос, чисто того, геометрического, реверциальной геометрии, что сама геометрия из-за частотных поверхностей имеет такие определенные изменения, топологические, виды этой поверхности, вот отражающиеся в этой вот, этих вот высоких точках, как я сказал. Ну, со временем здесь посольная замка. Я принесил вам книгу «Народный динамик», которая на «Народный динамик», где вот это все. Я вам сейчас такой некий кусочек, когда я вам, как сказать, скажу, как, значит, она будет, чтобы как-то, ну, как обычно, я расскажу в таком случае, что не слишком уникающем металле, но в общем, чтобы была идея понятна. Значит, вот это, сейчас я так смотрю, это, кстати, не везде, это понимаете, что хорошо найдешь, вот, а, значит, я по-интересному отражению, вот он дал вышесто. Он дал вышесто. Он дал вышесто. Что же эти ла называются? Вот там, как раз, ну, они, те вопросы, они начнут задавать вопрос. Там, может, именно, ну, я, конечно, так, бегло, и, ну, я, конечно, попробую это изложить, что же получается, как же мы, вот это мы сейчас должны разобраться. Итак, значит, смотрите, давайте представим себе, что, значит, в какой-то точке действительно такое произошло, что омега в какой-то точке, вблизи к точке, там, ста, омега, вот, ста. Значит, в этой точке омега равно, омега, ну, не какое-то, где-то обращается ову. Следовательно, разложение, сразу же что-то, что, если это производная, все же производная обращается ову, ну, значит, когда в ней будет уже квадратичные степени, только, скажем, вектора, в общем, вблизи, вот так, когда у нас есть переменные, в данном случае, мы говорим, значит, вблизи, это почти прям, вот, 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 отличная зависимость. Видишь, что мы делаем, что вот, если кто-то, скажем, возьмёт вот этот интеграл, то уже он интеграл будет как квадратный, а вы знаете, это уже нет, соответственно, как мы видим. Именно поэтому, вот такое слово, что со мной с, значит, с одной стороны этого, то есть, с одной стороны от омега до 0 одно, а с другой стороны другое, и поэтому получается это искачёт, это производитель, это производитель. Вот. Итак, значит, смотри, вот давайте это как-то пропишем, вот по правому показателю это получается. Значит, смотрите, омега, ну, плюс. Это я просто пишу сейчас и перед разрешением. Ну, вот давайте. Одна, вторая, ну, как, этот, red teller. Red teller вблизи этой точки, которая имеет координаты к 0, то есть, мы видим, к 0, к 0, 2, к 0, 3. Вот и координаты в этой точке омега, ну, амега, то, к 0 это было, ну, амега, вот. Значит, сейчас я тут вот, ну, просто, какое-то там писать. Гамма, значит, и, вот, k минус k 0, так, k и, так, значит, и, к 0, минус k 0, так, и, к 0, минус k 0, квадратичная функция вблизи этого. Теперь, значит, что нам надо, мы хотим сделать, мы хотим взять вот по повеселу 10 грамм вблизи этой точки, то есть кусочек какой-то у него вырезать, где вот эта штучка обращается. Так, главное, значит, мы будем, когда вычислять, нам, конечно, с производным тезором не хватит сильных делах, мы, значит, как бы интегрирование повернем так, чтобы это дегонализовать, ну, переменные саму интегрирование в ровном ветрам, проведем так, чтоб оси пространства было просто сумма квадратная, да. Теперь дальше, значит, начало отсчета, ставим в точку к 0, и поэтому здесь будет просто так, просто как уходит, значит, соответственно, смотрите, что получается. амета, так, амета 0 плюс 1 2, ну и вот здесь, значит, я пишу, вот так, это я повернул, а теперь я еще хуже, вот здесь, при выключении первое этапо, гамма 1, так, квадрат, плюс гамма 2, гамма 2, как калибра, плюс гамма 2, как 2 в квадрате, плюс гамма 3, так, вот, и, значит, вот так, это я повернул, а теперь я еще хуже сделаю, значит, смотрите, вообще перенормирую так, это, конечно, все даты не нужно, но, вернее, можно и делать, но, значит, оно как бы дает возможность как-то, ну так, видимость такого абстрактного металлического рассматривания. вот, значит, мы говорим так, как, k1, k1 заменим на корень из гамма, значит, так, сейчас, k1 на корень из гамма, муга гамма, муга гамма 1, вот, значит, тогда здесь будет уже не гамма 1, а целое число, вот это, как бы, как мы внесем вот это, в это k1, а тут остается только число, по-моему, гамма единицы, либо плюс единицы, либо минус единицы, вот такая, значит, так, ну и, соответственно, значит, k2 заменится на гамма 2, k3 на корень из гамма 2, k3 на корень из гамма 3, k3, вот замену, просто ронять не нужно. ну и, просто, почему слезается, потому что такое же муга обозначается. Ну вот, и получается теперь так, вот так я должен сделать, и тогда вот тот же самый, и так, он метр в этой точке, вот так, а метр в этой точке, она в этой точке будет равна, одно, второе, значит, это, теперь я могу, это уже для, как бы, ценно, для того, чтобы, ну, то, что, мы объявили группу, а это 1 на k1 в квадрате, плюс это 2 ш в квадрате, плюс это 3 по 3 квадрате. Значит, что получилось? Значит, первое, это, это иди, это иди равна, равны, плюс минус единице. Да? Вот. И теперь, значит, как мы говорим, как хорошо означали, это повернение поверхности, это повернение поверхности вблизи этой точки. Вблизи этой точки, мы, наверное, называли, мы как от шлепни, вот эти, как, а, этот, от входа, от этой точки, отход, вот, иди равна микрофона, а отход, значит, получается поверхность. И больше какая? Все зависит от цены, от каких буквы 1. Если все одного знака, то... Если какой-то, если два знака отрицательных, а то один положительный, то это, значит, так, пара бывает, да, и если три, то есть, если один знак положительный, то это, там, не первая часть этой истории, вот. Значит, получается, вот эта поверхность вблизи этих вот, этой точки, второго порядка. Одна из возможных поверхностей второго порядка. Причем, зависит от того, что положительное, какие, значит, эти соотношения положительности или отрицательности в определенном направлении. Вот, значит, вообще-то существует два варианта. Два варианта, но они, вообще-то, раздеваются на микрофона. Вот, значит, смотрите, так, теория, какая соединена, заключается в том, что мы обозначаем R, значит, число, так, сейчас, M, число отрицательных, это I. Значит, тогда, если R равно нулю, отрицательных R, значит, если R равно нулю, то это будет, в этом случае будет минимум чистоты. Минимум, а это не Омега, нет, минимум. Если R равно трем, R равно трёх, да? Отрицательные все. R – число отрицательных. И число отрицательных – это I. Значит, минимум – это максимум. То есть, точка вниз максимум. Вот, в той же точке есть максимум. Если R, теперь, значит, если R равно… Осталось только два варианта – R на едице и R на едице. Вот, значит, так. Это, в этом случае, называются силовые точки. Силовая точка, значит, ну, силовая точка 2-го рода. Значит, вот это, вот они, чем он отвечает. Сейчас, смотри, как видно. Силовая точка вот эта. Значит, ну, это просто. 0,0,3 – это простая вещь. А если вот это, то, значит, тогда подсложнее. Вот, значит, вот эту точку рисуем. Ну, P, S, R, по этой, кстати. Вот так вот. Ну, вы знаете, R, H, D, F и что-то такая. Проборота такая, да? Это будет, так, проборой отвечать будет минимум. Причём, так, силовая точка – это вот эта точка. А, R R N 2, да? Значит, так здесь очень, вот так вот. И проборота, да? Вот эта идея. То есть значит, и вот если вот так мы повинули, то все наоборот. То есть, у вас, я слышал знаками, вот перед все эти суммы, вот перед ленционными знаками, значит, разность, да? Эти комбинации определяют как сделать. В этой ситуации, дальше нужно взять ньютер-мех по поверхности окружающей эту точку. И, соответственно, поверхность репсоида. Опять же, еще раз, вводя в значение, мы можем исследовать в физической системе поверхности. И, соответственно, интеграл будет равен просто 4π. А если в втором случае, здесь симметрия уже не человеческая, а цилиндрическая. Мы должны интегрировать по поверхности цилиндра. Вот, и значит, сейчас напишу, как получается. Значит, один из случаев, как я беру, омега-минус, омега-ну равняется... Значит, вот это вот вещь. Значит, тогда мы в цилиндрическом цилиндре, направленной в той оси 3. Вот так видно уже, например. Вот. И тогда, значит, этот интеграл, смотрите. Вот это нюансомерная. Значит, там, если вот этот случай, поверхность замкнутая. И поэтому здесь, соответственно, радиус этой просто какой-то сферы уходит. А, значит, если этот, то поверхность не замкнутая. И, соответственно, в этих ушей поверхность не замкнутая. И тут уже ограничение какой-то, ну, на этот сам длину этого интегрирования. Посмотрите, значит, какой будет микрон. Ну, я каждый летать не хочу ничего так расписывать, потому что это, ну, штучное проследование. Значит, смотрите. Корень из гамма. Корень из гамма. Значит так. Сейчас. Значит, смотрите. Вот dω на градиент омега равняется в этом случае. 2πk претинникулярная энергетика. Ну, вы знаете. Это целичность. ДК синус. А, нет. ДК дфи. Так. Какой дк дфи? У. 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 Я уже написал, хотя я пишу сейчас уже декабль, а это я не писал. Двольки с какими-то неправильной декабль, зеленая она, вот она заменяется на декабль. Вот это, значит, злобу является вот этот декабль. Значит, здесь получается, значит, часть, нужно брать его от нуля, это мы берем по радиусу, это по экс, это для нуля, по ценению мы берем, да, и вот этот ось свинья не нужно играть, чтобы не было. Вот, значит, вот ось этого величина 12-минжа по оси равна k, значит, 2, так, 2, сейчас секундочку, а, скобка здесь, k минус корень из 2 по минус, 0 минус омега, вот этот декабль, ну, значит, здесь, вот это, ну, поставить вот это, и вот этот корень про экс, дает вот такую вотную декабль. Значит, вот сейчас я напишу тогда, значит, при омега большем, так, ответы, ответы все получаются в двух отличных случаях, значит, зависит от знака вот этого. Знак вот здесь играет, ну, то, что этот, наверное, случай переходит в этот, и, значит, ну, и, соответственно, этот тоже так же точно. Поэтому, значит, при омега 0, равном, при омега 0, меньше омега 0, ну, получается, фактически, ну, два варианта, два варианта, одно это уже. И, значит, каждый раз, вот, мы имеем вот такую вот, вот такую ситуацию, если омега 0, больше омега, значит, то вот этот корень за омега 0. Если, значит, омега, наоборот, больше, ну, тогда, значит, будет, наоборот, 0. То есть, получается, ну, от омега корневая особенность, значит, корневая особенность, которую вы увидите, значит, это, располнить, значит, он уже, в следующем произведении уже бесконечно обращается, то есть особая точка. Вот, особая точка. Вот, я, значит, сейчас напишу, и так, вот, нет омега. Значит, получается, вот этот k, вот это, ну, это константа просто, при интегрировании, значит, при интегрировании получается, что какая-то начинка постоянно разходит, которая имеет, значит, константа, плюс, так, так, значит, константа при омега меньше омега 0. Это мы теперь используем поведение при, значит, константа при омега больше омега, так, больше омега, вот сейчас, так, и константа минус корень квадрата, то, что я написал, получилось у нас, 2 омега 0 минус омега, при омега больше омега, при омега больше омега, это больше, значит, в том случае, когда, значит, это у нас, это сматрия воин, случай вот это, r омега 2, ну, это случай r омега 2. Если, значит, это равно единица, то, значит, наоборот здесь будет, а если омега 0, то омега 0, ну, здесь будет, в общем, в случае вот этих вот два случая и, значит, эти, они как бы меняются местами, то есть четыре варианта находятся. И вот эти четыре варианта, значит, сводятся к следующему. Значит, а, ну, значит, я еще не написал, вот что, ну, что я написал, написал эту, когда, самая простая, простая ситуация, когда аэродингу или аэродингу. Вот это получается тогда, когда, значит, аэродингу или аэродингу. Вот так, либо наоборот. Вот, и, или это нужно понять, или этот, в общем, вот такая, как и форма получается. Теперь, значит, смотрите, а если, значит, просто эллипсоид, так сказать, ну, тогда, допустим, они будут консанты, там будет просто корень омега, в зависимости от того, аэродингу или аэродингу или аэродингу, значит, в зависимости от этого, знак этого, то есть максимум минимум, и если, в случае когда, значит, в одном случае ноль будет, а в другом случае порень, в другом случае будет такая, такая форма, смотрите, ну, значит, в, зеленая, наверное, 2,3 корень из гамма, ну, корень из гамма, кто-то здесь входит, это означает, это означает, в коэффициенте, который мы вводили, значит, это поле 1, гамма 1, 2,3 корень из гамма, значит, потому что мы сели в ничнее, ну, мы сели в ничнее, ну, мы сели в ничнее, ну, вот, значит, в первом случае ноль, а во втором случае, значит, значит, я подпишу ноль и один, во втором случае будет корень, просто корень из амега, либо омега с амега, либо ноль, а если, значит, что больше. Вот, значит, два варианта таких получается, вот этот вариант, когда концерт, когда минус корень, и этот вариант, когда концерт, что корень, значит, итак, вот этот анализ вот этого интергала, вблизи точки, которое, которое обращается одно, приводит к тому, что в этой точке возникает особенность корневая, Значит, эта особенность приводит к следующему виду кривой, кривой мёдомер. Сейчас давайте что-то... Что означает? Видите? Значит, смотрите, ноль и это, следовательно. С одной стороны, одна зависимость, но с другой стороны, она не корень года. Значит, аналитическая зависимость. То есть, не аналитичность, как сказать, а зависимость. Мы здесь вынимали этим расчетом. Она склоневая. А, ну что, если она определенная зависимость, это фазотичная. Вот здесь получается корень, и переход из корень что-то, в точке. Получается перелом, как бы. Значит, что происходит? Вот я сейчас нарисую, что получается. Что получается в этих случаях? Так, сейчас секундочку. Вот в случае вот этих вот, вот этих вот, вот этих вот. Он важен для краев как раз. Вот здесь, значит, спектральная фонская алипания благонимает, значит, она, значит, и для акустических акустей, и для аптических. Так вот, сначала для аптических сделаем, чтобы была такая, независимо какая-то кривочка, она будет с какого-то значения. Значит, это ню, а там ню. Так вот, значит, это случай вот такой вот. Оказывается, что в конце всегда будет скачок, вот этот производный. Значит, вот такой вот идет. Теперь дальше, значит, вот те особенности, которые здесь проходят, они либо вот такая, вот такая вот зависимость. Либо, значит, Z, либо вот это вот так, либо вот E, либо это здесь наоборот. Вот так, вот. Значит, конец, вот обязательно раскачок. Вот, значит, рисует кривую от зависимости. Ну, обычно, я вот лучше думаю, здесь вот тут нашли. Так, значит, здесь. Так. Значит, здесь. Так. Вот, чтобы я его ломаю. Раз. 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 Вот. Значит, смотрите, вот кривая. для спектральной полиции с обниманием, для, ну, это, как говорится, для поясения качественного, поясения, как бывает, значит, для оптической ветви. Это так. Здесь скачок, здесь скачок, здесь скачок, здесь скачок, от этого сюда, а здесь скачок, от этого сюда. Значит, вот, существует теорема Лендхова, которая будет что? Обязательно. Вот, будет требована точка такая. Т.е. То есть, вот, вот, энергетический ход, а тут скачок, от этого скачок, от этого скачок. И, и такая. То есть, две вот эти точки первого и второго рода. И, соответственно, эти точки первого, это, было обидно, четвертое, это, как говорили. Так я говорю, вот, и мы сейчас, в основном, черные ляда и снизили. Казалось бы, откуда мы взяли это все? Так нет, этот факт, оказывается, очень неделесен и неважен, потому что… Ну, а это, я тут еще остановлюсь, что… А для этой, естественно, защита НГЭ квадрат, а потом защита НГЭ квадрат, а потом защита НГЭ квадрат, и такая, как вы видите. То есть, вот, здесь, вот, для личной осмелья будет здесь квадратичная зависимость, а здесь, вот, эти точки и один будет. Вот это теорема Лендхова. А, ну, я, конечно, значит, не углубляюсь, и у вас не верю, разобрать теорема Лендхова. Это КЗС-своё есть, на той внешней семье КЗС-своте, это топология, это много, значит, топология. Вот, значит, это топологический, значит, фрагмент, ну, да, инференциальный, я не знаю, что это заходится, фрагмент. Что там, ДСС-своё существует. А в чём существо? Нам не нужно даже этих особенностей. По этой же сенсию есть здесь частотная поверсия, вот эти. Омега-2, омега-5. Посмотрите, значит, я условно совершаю, запрошу два мероприятия, двух мероприятия, да? Вот представим, вот целый мероприятия. Вот, допустим, допустим, это я так рассказываю, так не рассказываю, потому что это очень, ну, не задно, что ли. Но всё равно он инвестирует, как получается. Вот смотрите, вот этот, допустим, здесь минимум чистоты, а здесь максимум чистоты. Ну, как он будет делать? Сначала идёт, это, значит, частота растёт, 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 всё больше и больше. А дальше что будет? Ведь она должна отойти куда-то к минимуму. То есть, должно быть, когда ты снова уменьшишься, потому что она не зависает в обществе, она в совместении. Можно понять, что она в совместении не будет. То есть, когда ты должна быть вниз. Ну, тогда вот я предполагаю, что вот эти точки симметрии же когда-то, в этих точках, вот они минимум. Так вот, как они постоянно по себя деформируются, переходят из минимума в максимум? А вот так. Что значит сначала это, потом возникает, так называемая открытая поверхность. Хуя, это чисто в смысле. Вот она вот такая. Значит, тут надо вот эти вот поверсия. И вот этот слой вот этих вот открытых поверсий, проезжих всю обратную решётку, значит, незамутых внутри лечейки возникает. А потом она, значит, приходит сюда. Вот они вот. Вот так вот. То есть, значит, оно сюда пошло, пришли вот сюда. Возникает слой открытый. Потом снова слой закрытый. Вот вблизи этого. Это просто как бы снова узел обратной решётки. Ясно, что здесь будет тоже вот такая вот ноль. Значит, здесь у меня нет. Поэтому, значит, здесь внутри этой поверхности частота меньше, чем ноль. А здесь внутри она больше, чем ноль, а здесь внутри меньше. То есть, значит, вот это… Тут ноль был, так, растёт частота, растёт, здесь внутри мало меньше, чем ноль. А здесь, наоборот, ноль, да. Сюда здесь больше, чем ноль. Вот переход от замкута происходит с точки, где вот это, значит, наше, которое мысли. Переход между геометрией, между открытой и замкутой – это и есть, значит, особенность Ванхова называется. Вот это точка Ванхова, то есть точка, от которой происходит взрыв производный, они как раз и есть, значит, образуют такие, значит, совокупности, на которых происходит переход одного типа, к другому. Этот мы назвали, значит, у нас минимум, это было, там, R0, допустим, это R3. А здесь, в зависимости от того, как мы это, значит, поворачиваем, относительно этих двух, может либо R1, либо R2, но это вот, значит, все равно, это будет инистр, какой-то корень, то есть это будет R20. Но, что Ванхов говорит, что сначала будет переход сюда, а потом будет переход обратно. Вот этот переход сюда – это сюда, а переход обратно – здесь. Вот он говорит, что обязательно, пройдя по всему другому, мы обязательно пройдем, а не на старт, а не на решение. Но этих особенностей может быть много. Это примитивная простая схема, это просто схема. А представители, например, в пространстве сложные довольно в зависимости омега от ка, вот они, значит, эти сложные зависимости деформируются в сельскохозяйственном переходе, и эти точек, значит, лени, точек, на которых это происходит, значит, они будут очень сложными, и, соответственно, сельскохозяйственной в Курции в Курции в Курции в Курции в Курции в Курции. Вот, значит, качество падения в Курции в Курции в Курции в Курции в Курции. Значит, соответственно, именно этим и можно это, значит, это понятие. Значит, мы, ну, можем так представить себе, что, кажется, что вот идет эта мутонозависимость, и где-то идет точный перелом, который, соответственно, с другими методами, в Курции в Курции в Курции, мы даже анализируем, куда решетку допустим, мы можем себе представить, какая, какие, тут, лечебства, и, соответственно, согласить, как мы тут совладиме, с которой мы просто не можем, а вот такая, именно лечебная, лечебная. Значит, ну, вот это вопрос, а специальная работа с и колебаней, вот это получается, значит, у вас, если это для ветви, кажется, вот такую штуку, так вот, для существования, для всех лечебий, мы должны называть такими вещами, с этими какими-то особенностями. Акустические ветви, такие штуки, и дальше все остальные ветви, этих вот, хорошо представьте, и все это должно быть, получается, для каждого, для каждого колебанца и метра, мы каждую ветвь должны как-то сообразить, какую роль она играет для каждого, значит, муниципального. Ну, вот, значит, это полная специальная работа с и колебаном, то есть, у нас сейчас очень разные темы расчета, методы расчета численного. Свойства кристалла, ну, и как металлические, это, какого-то, все кристалли, и гионного, вот такие, ковалентного, все, значит, в них эти специальные полости кристалли, они имеют свои особенности, и, соответственно, мечтают штуки. Так вот, при висениях, вы можете очень услышать, потому что можете увидеть, что картинки, которые там показывают, они никогда вам не рассказывают ничего, значит, они не дали штуках, ничего, и что они делают, но и что они дали, показывают. Ну, нужно понимать все. Так вот, понимаете, они, на самом деле, картинки являются вот такими. Такие, 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 да, понимать, это вот почему. Ты много писал таких у них, это очень часто. Вот, и, поэтому, взявился вопрос, за какое у меня отношение, как говорят науку, как они пишут, которые получаются. Значит, в нем отношение-то простое, у них масштаб, масштаб изменит. Как мы здесь вот эту масштабы делаем, так они совершенно разные. В общем, они масштабы сжат в тени. Значит, вычисления не могут быть проделаны, в большой точке, в такой, чтобы на частоты порядка атомных частот. То есть масштабы изменения были немного меньше атомных частот. У них порядка атомных частот всегда у них, а масштаб-то изменения тоже того же порядка. И, поэтому, получается, что, значит, вот эти реальные, с точки зрения нашей физической, они плавные от этих зависимости, потому что мы должны рассматривать на масштабе малом для нашей физики, физических явлений. А, значит, расчет, это, как правило, значит, не имеет такой точность, и поэтому, значит, ответственно, вот такие пики, они будут, получается, вынуждены, мы уже понимаем, что это, что это, вот эти же вещи, они просто уже раздвинут. Вот. Раздвинут какой-то локальный фрагмент. Ну, кто вот такой, правильно, хорошо все рисует, но тот, значит, не понимает, как эти фрагменты рисуют, которых эта вещь раздвинут как-то. и численный расчет. То есть, вот, численный расчет, мы смотрим, кстати говоря, фрагмент того, как численный расчет. То есть, теперь, вот он уже, считаете, вот это, уравнение, то есть, это решение, специальное, уравнение, то есть, какие-то численные расчеты. Ну, конечно, принципиально, расчет этого, много занимаются электронными спектрами, поэтому все же расчет, спектр вот этих вот, кроме расчетов, конечно, проще, потому что, принципиально, там, это, сама система, ну, значит, смотрите, итак, вот лично, если, так будет, то есть, если, если, ну, давайте, взянуть, еще немного, да не надо, ну, не надо, давайте, значит, я начну с следующим вопросом, потому что это специальная вопрос, это предыдущий, а последний вопрос в этом, я начну, и, значит, закончу, может, поповторяю, чтобы, это, значит, значит, главное, что ли, то, что, значит, это вопрос, плантования, плантования, пока, что мы рассматривали, значит, пока что мы рассматривали, фактически, как ткань, который отличает, ээээ, фактический вопрос то есть, суть, 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 готово судьбу, т.д. В этом зале, значит, это римус, там, это, что-то, говорим, как трудно приближено к этому квантовому языку, но, значит, это, конечно, токсическая теория фактически, это теорический механизм. Ну, а сейчас там будет квантование. А зачем оно уже так, ну, спортсмурцы, что-то, когда мы все сделаем, все, давайте начнем. Нет, она нужна, и нужна только для вот этой тикольки, колебаний дешёвки, она должна только в одном сего аспекте. Это в том аспекте, что квант, аж, представляете, это квант энергии. Если у него не какое-то хребание, то в кванте механики этому хребанию будет начать дискретность, значит, дискретность равна просто порции энергии, что же равна чистоте, он нужен на этот квант, на этот пациенток. Так вот этот квант энергии решётки, это не фристаллы, значит, он может быть сравним с температурой. Я же, как правило, это как раз типично случилось, да, сравниться, увеличиться больше. То есть масштаб изменения вот этой энергии, вот этой вот фристаллической решетки христаллов, энергии христаллов, он может быть сравним с типовоинами, или именно в эти проблежения. То есть, если он нагрет какое-то что-то делается, то оно имеет предоставление теплового движения. Вот это энергии теплового движения, соответствующий с расстями, по сравнению с квантаном. Это не из главных параметров в отношении этого религия, этого кванта требует. Преточнение этого, это значит, с русским салом. Поэтому, значит, квантование нам обязательное, квантование здесь не то, что нам какие-то там, детали квантовых состояний атомов и этих именов, оно важно именно то, что энергия, которую мы рассматриваем, она должна квантоваться. А квантование здесь простое, и вы сразу понимаете, что квантовая механика в хорошем условии, знаете. То вы понимаете сразу – это уже осциллятор. Смотрите, значит, мы представили систему нашей в мире совокупности гармонических исцелляторов. А вот гармонический исцеллятор – это самая основная система, на которой, собственно, квантовая механика родилась. Квантарная механика сделается на том, что энергия гармонического исцеллятора квантуруется, и квантовая энергия гармоника – это совершенно как-то запах, все это – это квантовая частоту. И, значит, вот это нужно теперь нам занимать квантовую механики, я говорю, это переписывается квантовой решенческий язык, он даже более простой наглядный, чем вот тот, который здесь, ну, по крайней мере, не менее сложный, то есть не более сложный. Вот, значит, мы перейдем просто к тому, что, значит, просто эти рассцилляторы, которые мы видим, в виде которых мы представили нашу систему, они должны энергии режества и армоната обваться. Вот, и, соответственно, значит, это требует квантовой экспедиции, учет квантовой, или конечной системы. Начинается квантовая энергия. И, так сказать, мы все больше считали, что не прям энергия не меняется, а, корюция меняется. Понимаете? Ну, значит, это будет честно. Ну, вот. Ну, давайте, значит, начнем с этого. Итак, квантование. Значит, кариба не стала. Система кариба не стала, а не представляется после вопроса. Сказать так. Потом, значит, его сейчас должны записать, поставить, вот здесь, квантовка. Состояние. Мы должны начинать здесь с замедления храни, грибов, функции. Всякая квантовка. Начинается с резиденциальной функции. Значит, социального состояния. Главное, что это изучение социального состояния. То, что если он не изучится, то дальше уже, это, это, все это не то, что мы знаем состояние. Квантовая состояние системы. Вот. Итак, у нас здесь, он представляет собой, эээ, столкнулся, конечно же, что это, мы сильнее им. Вот. Вот. Одна, вторая. Вот грибинян такой, который, я возьму. Значит. Сейчас, секундочку. Я забежу ее в том виде, в котором это не хватает. То есть, давайте будем вещественное. Значит, это П. Значит, сумма по КА. Вот она. Нумеруется, это у нас, эти самые, состоящее. Это. Нумеруются эти осцилляторы значениями одного вектора, номером 2, номером 3. Вот. Значит так. Скобочка. П. Вот это круглое, что. П квадрат КА. П. 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 И нужно теперь перейти к матовому описанию из-за этого. Очень просто. Соответственно, мы должны что сделать? Валовую функцию написать, да? И, значит, матовый элемент. Валовая функция – это систематические элементы. Все остальное – дальше уже не нужно. По крайней мере, они не слишком теоретизированы в области. Так вот, итак, значит, волновая функция, волновая функция, значит, с матерей. Что нужно будет представлять? Валовая функция, она будет применена. Функции переменных вот этих вот… Вот X, она наша учителька иногда, да? Вот она будет применена. Причем, переменных будет столько ступи степени свободы. Вот эти три ню, вот три ню, вот столько переменных, да? Соответственно, значит, у нас волновая функция. Валовая функция будет не взаимодействующая, соцселяция. Она, значит, будет как раз совокупна всех к альфа. Всех значений к альфа. То есть, она будет произведением, раз независимая, они же все независимы, значит, это произведение будет альфа. Валовая функция, например, вот так. Значит, волновая функция осцелятора. Что случится? Кто напишет, кто выйдет, честно напишет мне волновая функция осцелятора? Валовая функция осцелятора. Значит, это nk альфа зависит от xk альфа. Валовая функция осцелятора. Вот и все. Вот это функция осцелятора. Значит... Ну, хорошо, вы, значит, быстро... Полиномная армита на е степень, x в квадрат, минус x в квадрат. Вот такие вот. Значит, это одна функция. Ну, конечно, нужно понимать, что это у кого-то, и так далее. Но, видите, в чем дело. Вы знаете, что, ну, я вот так к тему призыву, к вопросу, что это по этой механизме, мы никогда не имеем дело с носителями. Почему? Потому что мы знаем очень хорошо матричные элементы, а определяемость матричного элемента. А мы, значит, хорошо знаем всегда. Матричный элемент координата взятый между волновая функциями осцелятора и импульсами. И все. И это вообще всегда в любой науке так, почему мы должны иметь матричные элементы. Потому что вы при вычислении всегда будете иметь дело с матричными элементами. А для осцелятора они самые простые и, значит, именно самая, так, употребительная. Поэтому, значит, самая главная функция осцелятора не нужна, а нужно только матричные элементы и это все. Вот, значит, смотри, не так. Напишем сейчас это название. Начнем, да, осу. То есть я думаю, что то, что я рассказываю сейчас, ну, какой-то, я говорю, он известно. Ну, 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 значит, ну, все это воспроизводит. Вот. Итак, x. Ну, я вот тебе импульсы не буду писать. Вот один заряд. Вот, значит, x. Вот, значит, смотрите. Матричный элемент x. Матричный элемент x. В чем, значит, тонкость этих очевидностей? Что она отлична от этого? Они отличны от этого для этих, значит, значений n. А, я тебе не сказал это. Не достаточно. Я что-то умрёкся. Разговариваю. Значит, смотрите. Вот это, собственно, функция осцелятора. А n – это квантерное число. n – дискретное число. n – 0,1 – 2 положительное число, 0,1 – 2,3 и так далее. Значит, они положили число. А собственное значение энергии осцелятора – это, вот, каждый осцелятор – это просто h, о, мета, k, аль, ну, это, а, что мы говорим, а, это, k, на n, k, аль, ну, то есть, на k. И таким образом, собственное значение энергии сейчас у нас приобрели совокупность, приобрели вид совокупности, значит, совокупности, значит, совокупности слагаемых, состоящих, в виде, состоящих из сних вагонцев. Ну, вот, значит, такое задание. Значит, вот это n – это альфа, которое зависит от самокупности всех. Мы задаем, задаем состояние теперь системы. Вот мы как там говорили, мы, значит, задаем амплитуду возбуждение системы, заданием, значит, этих вот… Ну, и здесь, вот так, да, и с этого даже задать, значит, у вас какой-то, ну, термальный, вот, чуть-чуть, да, да, задали, вот это, да, без снасти. Здесь, значит, у вас состояние системы, по-другому, мы стоим все естественными функциями, но энергия в этом случае есть просто, значит, совокупность этих квантов, да, соответственно, с тех, кто-то, бисклет, нападная отбора, по-шему, это такая. Вот сколько, сколько сданных альфа есть ассилляторов, столько такая энергия. Вот каждый ассиллятор имеет, значит, соответствующий уровень возбуждения, уровень возбуждения теканин. Вот это, значит, там у нас было какие-то координаты, а тут, значит, у нас просто уровень возбуждения каждого ассиллятора определяет в совокупности, в системе, да. Ну, вот, значит, соответственно, вот, теперь, дальше, уже про квантовое число n, это целое число просто, и я, значит, теперь говорю, вот матричный элемент n1, n плюс 1, n плюс 1. Матричный элемент координаты, отличие от нуля, только в случае, когда n больше разницы или меньше разницы. Вот так вот. Значит, здесь, соответственно, вы пишете n минус 1, это корень. Ну, не обязательно точно это знать. Вот, значит, у нас, смотрите, n плюс, извините за это корень. Так, так, сейчас, n плюс, так, так, n плюс, так, так, сейчас, я что-то, чтобы не правильно написать, я помню, что сr, в одном случае, в другом случае, поеду. Вот, значит, сейчас, ну, это, я имею в виду еще что-то, это корень из n, корень из n, деленное на h, а здесь корень из n есть h, а, ну, вот, значит, значит, а здесь, например, здесь действие не сная, здесь, то есть, то есть, то есть, здесь, то есть, и, то есть, и, значит, на h, n, Это значит минус омега, минус омега, минус омега, минус омега, минус омега. И, значит, здесь, соответственно, n-1, n-1. Вот, значит, большие элементы, которые здесь получаются, и минус, и минус, и минус. Вот, значит, вот эти, значит, основные формы, которые мы видим. И, значит, сразу же, после того, как мы уже забрались, значит, мы видим, что это удобно представить оператору, пройти законническое реализование. То есть выражало эти, конечно, инкурсы через операторы, которые имеют только максимум, не только для, значит, перехода n плюс синица и перехода n-1 синица. Какие-то называются операторы ограждения, считай же, то есть вы, значит, оператором действует, и вот он x действует на н-1 синица, а здесь действует x на н-1 синица. Вот у него, у этого x, ну, два таких, значит, два разумности, он не будет уничтожать, а здесь от 1 единицы, либо ограждать. А, значит, теперь мы, перед самым единицом x, видим сумму того, кто только забраждает, того, кто может уничтожать. И вот, короче, через эти операторы, это родилось в свое время, такое 3-4 образование называется это, значит, оно как раз и вышло, значит, логично, так сказать, естественным образом в этом исследовании, ну, а потом заполнило и всю вообще науку о многолетних системах, потому что действительно привело к тому, что удобно обращаться с этими, значит, такими эффектами, которые выражают, то есть позволяют выразить многоэлектронную функцию через, значит, просто совокупность каких-то чисел, так скажем. Вот это, значит, здесь прямо и видно, вот смотрите, что, значит, как, вот, видите, а энергия, совокупность, зависит от каких-то чисел. Такой, такий, вот такие, вот такие монархиум слова тоже. Вот нам сама на монархиум слова нужна, важно, важно вот это. Вот мы такие монархиумы, вот, при чёрном трюкании, мы выражаем, значит, сама состояние системы, Задали вот эти уровни возбуждения всех следов. Вот вы знали, это первый, столько метров, 30, 30, 30. То есть от этого буквы R мы разводим теперь переменную. В следующем потоке мы сейчас знаем, что перемены становятся числозаполнением, числозаполнением. Вот, числозаполнение, состоя из определенных значений возбуждений. Вот какая-то такая вещь. Ну, значит, если сейчас это вести в школу, что получается так, что мы... Это эти... Гипооператор X. Ну, тут сейчас я не вижу. Там, конкретные там какие-то значения не так сложные. Так, формулы... Просто, значит, смотрите. Оператор уничтожения. Вот, смотрите. А, а, а. Так. Оператор... Может, я имею в виду все. Чтобы я не говорю, а, а. Есть уровень АН. И он берет... Значит, его маточный элемент. Отличие от уровня. Он уничтожил, значит, здесь здесь. Родил или здесь? А это поселинец. Вот это поселинец, вот он родил. То есть тогда вот... Это сколько сегодня? Значит, это я. Тогда, значит, это родил... Так это уничтожение или рождение оператора? Это ракет. Ну, он родил, родил. Вот это. Вот тогда поселинец. Вот что получилось здесь, то и есть. Значит, а если здесь вот это мунициплиницип, а не мунициплиницип, Это будет уничтожение. Он уничтожен здесь. Вот эти операторы через них, операторы свырожают ликвы на ней резервенции, и все операторы тем самым резервенции. Значит, получается, главное вот эту нервную, значит, у нас здесь плюс, здесь корень резервенции, и, соответственно, после этого, а здесь корень резервенции. Вот такое определение. После этого, значит, у вас это неанвесие, мы записываем, посмотрите, очень просто неоглядно. Просто неоглядно мы записываем. Оказывается, что, значит, B плюс B, это будет... То есть мы сначала не полисовали B, а потом его родили, так это будет диагональный по N. Этот оператор диагональный по N, и, соответственно, значит, он будет просто... Значит, он просто будет давать автоматически вот это увеличение. Аж Омега Альфа ВК 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 Альфа ВК Альфа. Тут плюс одна вторая. Это, видите, сразу... Такая естественная, вот она, энергия лежит к колебанию. То есть энергия... Энергия... Система, которая вообще ни один аксида не воздуждает. Это будет просто сумма. К Альфа Альфа, а К ВК Альфа, она по полону К. Видите, казалось бы, колебания... Колебания. Как может система в основном состоять и знать о том, какие у нее колебания? Она будет знать по тому, потому что в ней, в основном, все равно есть колебания. Колебания стыков всегда есть. И, поэтому, чтобы вычислить энергию свое состояние, вам обязательно нужно знать и, значит, то, какие у него пил с собой. Ну, вот, значит, это... Вот оператор. Так, а на что он действует теперь? А, действует он просто на волновую функцию, которая представляет собой... которая представляет собой вот этих НК функция. Вот мы сейчас ту функцию представим сейчас как линейную комбинацию этих, значит, с комбинацией, которые являются, влияют уровень зрения каждого сайта. Ну вот, значит, и теперь вот на этом действует этот оператор, он дает число, число этих возбужденных данных, и сразу это получается за собственное значение. Соответственно, все то, что все свойства системы выражаются через вот эти операторы. Итак, теперь мы следующий уже философский шаг делаем. Смотрите, товарищи, начиная система получилась квантерна, представляет собой совокупность квантов. Уже сами эти, значит, сама система, из-за того, что какое-то колебание, мы можем забыть. Это может представлять собой газосциллятор, а на самом квантере, значит, это просто газ, частиц, ну, можно не понять, значит, каждое из них, значит, энерго шамеля. Вот это, значит, энерго шамеля, соответственно, и зависит от этого кванта, зависит от Ка и Альфа, и, значит, это совокупность этих квантов и определяет состояние системы. Состояние системы, вот, он искает число, вот это, число этих частей квантов. То есть, вкладычи поддавания такие может приводить к тому, что мы, а вот у нас системы гармонических разрядов, приходим к системе совокупности квантов, называемой фономами. Фономы, это и так у нас системы просто, это связано с фономами. Фономы, фономы, являющие число, а вот заранное, а что нет? Так, значит, каждое состояние представляет совокупность такого числа, каждое состояние представляет совокупность некоторого числа фономов. Фономы, значит, рождаются, они уничтожаются при отнятии энергии по системе. Вот это, и их свойства, значит, не подключать. Ну, значит, это, вот, таким образом вот этой картины, мы, наверное, сегодня закончим, а, значит, в следующую раздальше мы уже таретошим концертом весь разговор, и все, значит, дальше будем уже это оборудоваться. Своя система теперь будет у нас совокупность фономов, значит, с колебания, с bondus или горкость в чисте, которое представляется в воду в тот, в тот, в газ. Денем, вот, землеводичный газ, вот таких фонгель. Это, вы видите, аналогия, которую вы хорошо знаете, с фотонами, то есть и и буквы А – это фоном родилась от слова «звук», оно здесь фоном. Фотоны намного сложнее. Вы понимаете, почему? Потому что их исходное уравнение массово сложнее. Это, конечно, самое простое, какое только возможно. А уравнение массово, если уже хватать уравнение массово, вам потом еще расскажут, как хватает уравнение массово, это, конечно, вопрос сложный. Ну, именно потому что здесь слабо возбужденная система, а в Фотоне совсем не слабо, но аналогия здесь прямая. Да, и, собственно, картина-то вся близка к тому, что тут тоже совокупность, низкая сцена, но только там же. Тут я сейчас напишу эти формулы, но значит, они-то простые, а там-то людское наблюдательное поле, магнитное поле выразить через эти все. А у нас в системе фономы сложные, и вот мы сейчас, собственно, следующая, остальная, последняя часть курса будет состоять в том, что мы свойства фономов этого, газа, потом мы подключим андроманист, подключим андроманист и, значит, опишем эту систему в самую простом в варианте, которое такого возможности. Что мы имеем в виду вообще? Ну, все, на сегодняшний день.